Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о мозге, самом важном органе. Все проблемы идут от головы или от нервов, как говорили когда-то. Я профессор-невролог Эдуард Якупов, и мы с вами сегодня будем говорить о том, как сохранить наш мозг. Берегите мозг продуманно и продуктивно. И прежде чем развить тему лекции, я хотел бы для тех, особенно с кем мы не очень знакомы, рассказать о себе. Я действительно врач-невролог, работаю в области неврологии более 30 лет, являлся заведующим кафедрой неврологии, создатель собственной клиники профессора Экупова, образовательного центра профессора Экупова. На этом слайде вы видите разные лейблы. Тема сегодняшней лекции — это о мозге. На этом слайде вы видите, как трепетно доктор Хаус держит в руках самое дорогое. Я всегда подчеркиваю это, что самое дорогое у человека — это его мозг. Да, есть почки, есть печень, есть сердце, но ни один из органов не может работать самостоятельно. Собственный мозг тоже не может работать без адекватно функционирующих почек, печени и сердца. Но он, именно он управляет всем нашим организмом. Мне как-то в YouTube-канале задали вопрос, ну а где же душа? А где же личность, где же эмоции? Все это я считаю в мозге. Я суровый материалист и говорю о том, что именно в мозге сосредоточие всего. Если нет мозга, нет личности. Если мозг работает, то человек может плохо двигаться, двигать руками, ногами. У него даже может плохо работать сердце, но личность его сохранна, если сохранен и головной мозг. А теперь внимание на экран, вот на этот слайд. Скажите, пожалуйста, вам знакомы эти симптомы? Я думаю, многим из вас знакомы. И вы скажете, да. Забывчивость, трудности с концентрацией внимания, затруднения при социальных взаимодействиях, когда вы с трудом подбираете слова или молчите, вместо того, чтобы ответить на вопрос, долгие паузы. А иногда вы просто не хотите разговаривать с кем-то. Это все социальные взаимодействия. Утомляемость, рассеянность. Все это вам хорошо известно. И кто-то скажет, может быть, у меня деменция, может быть, тяжелые когнитивные нарушения. Я скажу, нет. И здесь вы видите, что виды когнитивных расстройств самые различные. От субъективных мы о них особо поговорим. Умеренных и тяжелых. Но тяжелых когнитивных расстройств мы касаться в нашей сегодняшней лекции не будем. Это все-таки деменция. А на эту тему у меня есть отдельные разборы. И даже разбор известных фильмов, в частности, фильм «Отец», где мы говорим о болезни Альцгеймера, тяжелой энеродогеративной патологии. Сейчас мы говорим о том, что беспокоит многих из вас. Мы все живем в безумном мире. Быстро текучим. Мы бысжим куда-то, суетимся. Нам не хватает времени, цепь нот. Мы много работаем, много занимаемся. И, к сожалению, мозг не выдерживает. Не выдерживает этой ситуации, потому что нарушен баланс между нашей работой и домом. И для многих из нас с вами характерна вот такая картина. Маленький-малюсенький вот такой дом и огромная-огромная работа. Хорошо это или плохо? Кто-то скажет, хорошо, я много зарабатываю денег. Но все деньги мира ничто, если плохо работает ваша голова. И это отражается, между прочим, на вашем внешнем виде. Вот посмотрите на эту даму. Одно и то же лицо. Но вы чувствуете, что между ними, как говорят в таких случаях, две большие разницы. Ярко интересная женщина с одной стороны. И та же женщина с потускнежным взором, с тусклой кожей. Не очень хорошие волосы, как вы видите. Это что? Человек в стрессе? Человек, у которого упадок сил, астения? Человек в тревоге? Или человек, у которого плохо работает голова? И главный наш вопрос, как избежать проблем с головой? Вот этот мыслитель, которого изобразил великий Роден, сидит, между прочим, перед вратами ада. И он размышляет, как же не попасть в эти врата ада. И как нам с вами не попасть в эту серьезную проблему, развивающуюся когнитивных расстройств. Взгляните, пожалуйста, на эту таблицу. Вот стрелочка, которая показывает неумолимый бег многих наших пациентов, которые не воспринимали серьезно, что происходит с их головой, с их мозгом в самом начале, когда у них развивается так называемый субъективные когнитивные расстройства. Обратите внимание на эти плюсики, минусы. Субъективные когнитивные нарушения, мы отдельно еще о них поговорим, об их критериях. Это когда есть жалобы, но врач не находит, вроде бы, ничего, никаких проблем. Но вся штука в том, что с течением времени, следуя месяц за месяцем, год за годом, развиваются эти самые когнитивные нарушения. Начинает страдать память, внимание, работоспособность. И не случайно стрелочкой вниз и световой гаммой от светло-серого до почти черного цвета я изобразил на этом слайде вот эту неблагоприятную динамику, происходящего с нашим мозгом. От субъективных когнитивных расстройств до тяжелых расстройств по типу деменции. Это можно сравнить с черным квадратом. Да-да, тем самым пресловутым черным квадратом Казимир Малевич. Но знаете ли вы, что изображенный из всем уховам, я надеюсь, хорошо известный этот образ, черный квадрат, вообще не является квадратом. Раз, потому что он не является геометрической фигурой квадратом. Во-вторых, Казимир Малевич смешал три разных цвета, ни один из них не был черным цветом. И это не черный цвет. Еще один очень важный момент. Искусствоведы уже доказали, что под этим верхним слоем есть еще две картины. Разные картины, которые вы видите на этом слайде. И это отражение той самой ситуации, которая происходит с когнитивными нарушениями. Они многомерны, они необычны, и они не настолько ясны на первый взгляд, потому что это действительно серьезная проблема, с которой, кажется, встречается любой из нас. И опять-таки, при взгляде на этот слайд, вы видите знакомые, для вас знакомые симптомы. Ограничение круга интересов, нарушение ориентации в незнакомой местности, раздражительность, быстрая утомляемость. Вот это все неврологи вкупе, когда мы говорим обо всех этих симптомах, называем синдромом умеренных когнитивных расстройств. Ну, конечно, у многих из вас, вот если вы внимательно еще раз посмотрите на этот слайд, может быть один, два, три симптома. Главное, чтобы они не собраны были в большую кучу, в этот комплекс, который мы называем умеренным когнитивным расстройством. Потому что от УКР, как говорят неврологи, еще буквально несколько шагов, и мы приближаемся к деменции. В то же самое время, вот на этом уровне умеренных когнитивных расстройств мы можем вернуться вспять, вернуть нормальное состояние человека. И это очень важно. Нота Бене, обратите внимание, говорят очень часто неврологи, на некоторые угрожающие феномены. Взгляните, пожалуйста. Это так называемые красные флаги опасности, которые сигнализируют о том, что с вашей головой, с вашим мозгом что-то не так. Это еще не болезнь, но это предвестники того, что где-то вы что-то делаете неправильно со своей работой, со своей жизнью, со своим сном, отношениями, физической нагрузкой, факторами риска. Обратите, пожалуйста, внимание. Первый. Вы стали болезненно воспринимать критику. Вы потеряли гибкость. Вы не хотите учиться новому. Вы часто произносите скроментальную фразу, а вот раньше, раньше вода была мокрее, трава была зеленее, девушки интересней, молодежь была совсем другой, мы были в молодости другими. Вот это не очень хорошие признаки и слова, которых не то что надо избегать, но это важно. Следующий. Вам трудно стало сосредоточиться. Некоторым из моих подписчиков YouTube-канала, особенно те, которые негодуют и говорят, это вода, это пустое, эту лекцию можно было сократить до 15 минут, это связано в том числе и с тем, что вам трудно сосредоточиться на том, что говорит другой человек. Еще один феномен. Изи, изи, полегче, полегче. Идти по пути наименьшего сопротивления. Из двух фильмов, серьезного фильма, культового режиссера и какой-то легкопробной комедии, некоторые уже сейчас выбирают легкий путь. Посмотреть, извините, погоготать, посмеяться, а не задуматься. Дальше. Отсутствие гибкости выглядит следующим образом. Вы уверены, что все должны подстраиваться под вас, а не наоборот. На самом деле это не так. Мир не обязан подстраиваться под вас. И люди не обязаны подстраиваться под вас. Многое становится в вашей жизни ограничено ритуалами. Вот вы замечаете, что идете по той же дороге домой, возвращаетесь с работы обратно той же дорогой. Вы делаете одно и то же каждую неделю, каждый выходной. И это ритуалы. Их надо ломать. Мы об этом обязательно поговорим. И еще временами вы замечаете, что начинаете тиранить кого-то, особенно из близких, из домашних, своими поступками. Причем делаете вроде бы не из злого умысла. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. Вот это симптомы опасности. Это не симптомы опасности деменции, но знак того, что ваш мозг становится менее гибким. А ведь он подвергается самым разным внешним воздействием. Вот здесь я специально показываю эти черные стрелки, потому что и стрессы, о которых мы поговорим, и нарушение сна, и тревога, и различные перегрузки на работе создают массу проблем для вас. И вот появляются разные жалобы. Я плохо сплю, у меня плохое настроение, не могу продуктивно работать, плохая память, стал рассеянным. Я хотел бы выделить вот эти несколько симптомов красным. Не могу продуктивно работать, плохая память, стал рассеянным. Что это такое? Это проблема когнитивных функций. Пусть они пока еще, как мы говорим, самые-самые мягкие, самые легкие, так называемые субъективные когнитивные расстройства. Не надо быть врачом, неврологом, чтобы получить первое представление об этом самом первом этапе когнитивных расстройств. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Что такое субъективные когнитивные расстройства? Жалобы есть. То есть я плохо запоминаю, я стал рассеянным, невнимательным. А тестирует вас невролог или психолог все нормально. И более того, у вас нет никаких видимых причин для развития этих когнитивных расстройств. То есть нет инсульта, не было у вас ни черепно-зговой травмы. И в 2014 году наши американские коллеги сформировали это понятие синдрома субъективных когнитивных расстройств. Я хотел бы еще раз подчеркнуть. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Но вот здесь не совсем правильно написано слово пациент. Можно сказать, что это еще не пациент вовсе. Просто человек, который испытывает с тревогой, испытывает вот эти самые жалобы. Жалобы на то, что он плохо запоминает, плохо работает, воспринимает плохо новую информацию и так далее. При этом, подчеркну, опять-таки, тесты показывают нормальные значения. И каких-либо объективных причин, заболевания, травмы нету при этом. И тут возникает очень серьезный вопрос. А что является основой для появления этих субъективных когнитивных расстройств? Еще раз подчеркну, от них страдает большое количество людей. Но вот какая штука. Об этом очень мало говорят в Российской Федерации. Об этом чаще говорят за рубежом. Как-то больше обращают на это внимание. И посмотрите, пожалуйста, на данные нейрофизиологических, нейроморфологических исследований. Оказывается, что есть определенная ассоциация между маркерами болезни Альцгеймера и субъективных когнитивных нарушений. Я никого не хочу пугать и говорить о том, что субъективные когнитивные расстройства – это признаки болезни Альцгеймера. Нет, ни в коем случае. Но все-таки мы видим некую определенную нейроморфологическую связь между ними. Я еще раз подчеркну, что в Российской Федерации мало об этом говорят. Мы в последние годы и моя научная школа развивают эту концепцию. Причем мы в одной из наших работ назвали субъективные когнитивные расстройства как слепое пятно в структуре этих когнитивных нарушений. С этими работами вы можете обнанакомиться в журнале «Неврологический вестник». Это в свободном доступе, да, это научно-неврологический журнал, но вы можете почитать эти статьи и работы. И о чем мы говорим в этих исследованиях? Что вот эти когнитивные функции – память, внимание, речь, интеллект, гнозис, праксис – об этом мы рассказываем в отдельной лекции. Что такое когнитивные функции? Если кого-то заинтересует, посмотрите, пожалуйста, на YouTube-канале, она так и называется – «Лекция. Когнитивные функции и их нарушения». Так вот, посмотрите на этот слайд. В одной из работ мы говорим, что причинами субъективных когнитивных расстройств могут являться перенесенный вами ковид. Помните вот это? Туман в голове, да? Туман в голове, ничего не соображая после ковида. Это очень многих из вас подвергло в ужас, потому что вы вышли на работу обратно после болезни, а проблема не уходит, и не уходит многие месяцы. Ковид, боль, аффективные расстройства, мы о которых будем сегодня говорить обязательно, это тревога, это депрессия, это гаджет-аддикция, это многозадачность, от которой страдают очень многие люди, особенно менеджеры, которые хватаются за все и вся, а делать этого не надо. Я обращаю ваше внимание на очень важную составляющую, потому что в наших последних научных работах, последних, я имею в виду буквально пару лет, мы особое внимание уделяем так называемому социальному интеллекту. Об этом, пожалуй, не говорит только ленивый. И вот когда-то Айзинг определял, что на социальный интеллект влияет очень много факторов. Посмотрите, это физическое здоровье, это культурные факторы, психические нарушения, образование, воспитание в семье. И о воспитании мы тоже поговорим. Наша последняя работа, буквально 23-го года, мы взяли молодых людей, студентов медуниверситета. Это возраст 20-25 лет, но, казалось бы, это самый социально активный возраст, где люди общаются друг с другом. Но оказалось, что уровень социального интеллекта у этой категории людей в возрасте 20-25 лет достаточно низкий. Низкий. Он ниже. Кроме того, мы попытались посмотреть другую сторону медали, что называется, и оценили уровень тревоги. У этих людей. И оказалось, что уровень тревоги у молодых людей очень высокий. О чем это говорит? Корреляция, сочетание между аффективными, то есть тревожными расстройствами, и уровнем социального интеллекта, который влияет напрямую на развитие когнитивных расстройств, прямой. Это большая проблема. Причем мы в этой части сопрягаемся с последними достижениями наших западных коллег, которые тоже говорят о том, что у людей с субъективными когнитивными расстройствами высокий уровень стресса и тревоги. Это очень важно. А теперь еще один слайд, который подчеркивает важность и взаимосвязь между этими, казалось бы, малосвязанными феноменами. Многим из вас знаком такой термин, как астения. У меня нет сил. Мышечная слабость, снижение выносливости. Кто-то говорит, что не могу работать, у меня астения. Так вот, посмотрите, пожалуйста, две очень важные составляющие в структуре этого ядра астении. Это психологические проблемы и когнитивные проблемы. То есть, другими словами, мы видим, что эти моменты идут рука об руку, они спрягаются опять-таки. Что делать? Мы находимся в состоянии рет-рейс, как говорят за рубежом, крысиных бегов. Бегаем порой по кругу, не замечая того, что каждый день одинаково сопряжен со стрессом. На работе стресс, взаимоотношения с коллегами. По телефону стресс, опять-таки возникает повреждающее воздействие на мозг. Начальник у вас грубый, жестокий, кричит на вас, и после общения с ним вы чувствуете себя потерянным или потерянным. Домой возвращаетесь, опять-таки есть проблема с домашними. Тоже вы не можете найти вдохновение душевного. Да что там дома? На дороге сели в машину, кажется, вот один сижу, все спокойно, и тут возникает какой-то стресс, и это проблема. То есть мы находимся под постоянным действием тяжелых стрессовых факторов. Как обрести дзен? Как стать вот таким спокойным, равновесным, ровным, как Будда? Это очень сложно. И здесь я хочу сказать и подчеркнуть, что мозг является самым важным органом в нашем организме. Это опыт известной журналистки Анны Маги, итальянской журналистки, которая смодулировала влияние стресса, в данном случае, на внешний вид. Хотя на самом деле внешний вид это, что называется, зеркало того, что происходит с нашей головой. Опять-таки темные круги, тусклый взгляд, тусклая, не очень красивая кожа, волосы как пакля. Что это? Это влияние стресса на мозг. Да, мешки под глазами, контур лица меняется у человека, вялая, тусклая кожа. Все это очень важно. Но если кто-то скажет мне, что стресс — это всегда плохо, это всегда негативно, то я могу вам привести вот эту шкалу Холмса и Рея. И обратите внимание, да, на высоте ее смерть, тюремные заключения, развод, но даже свадьба, рождение ребенка, повышение по службе и даже отпуск тоже могут являться своеобразным стрессом. К чему я говорю? Мы не можем избавиться от влияния стресса. Не можем избавиться от того, что каждый день мы подвергаемся этому стрессу. Но вопрос в том, какой уровень стресса у нас с вами. Находимся мы в зеленом спектре, в желтом или в красном спектре. Это очень важно. И мы, к сожалению, подобны вот этому многорукому Шиве. Мы пытаемся много-много чего сделать, удержать в руках многое. Особенно это касается женщин, которые, порой возвращаясь с работы дома, продолжают и работать, и заниматься домашними делами. Учат уроки с ребенком, занимаются с супругом, и по телефону еще успевают разговаривать. Это все опять-таки феномен многозадачности. Еще один фактор, влияющий на нас с вами. Напомню вам стадии стресса. Тревога, мобилизация и истощение. Ганс Илье, когда об этом говорил, очень много. И почему я подчеркиваю влияние стресса, и так много об этом говорил, потому что действительно он многовекторный. Он многозначный для нас с вами. Признаки его, это ведь не только усталость психологическая или физическая. Посмотрите, пожалуйста, плечи, голова, голова втягивается в плечи, вот эта сагбенная поза у человека, головные боли, хроническая усталость, рассеянность, нарушение сна. И опять вы видите очень много сопряженных симптомов, признаков с когнитивными нарушениями. Обратите, пожалуйста, на этот слайд внимание и посмотрите внимательно, нет ли у вас этих признаков и симптомов. И могу сказать, что стресс и разные сферы жизни, они очень тесно связаны друг с другом. Эмоции, опять-таки когнитивные, поведенческие составляющие, это очень важные моменты, которые, собственно, определяют качество нашей жизни с вами. А теперь внимание, вот на этот слайд. Взгляните, пожалуйста. Вот это причины обращения моих пациентов, да не только моих пациентов, это вообще цитата по одной из западных монографий, причины обращения к врачу по поводу генерализованно-тревожного расстройства. На первом плане соматические жалобы. То есть жалобы на головную боль, боль в желудке, боль в печени, в кавычках, в почках, в кавычках, ноги болят, нарушение сна, а тревога и депрессия в конце. То есть человек не предъявляет жалоб, он не приходит к врачу и говорит, что у меня тревога, у меня депрессия. Нет, он будет предъявлять массу других жалоб, внешне не связанных ни со стрессом, ни с тревогой, хотя это очень важный момент. Посмотрите на психические проявления тревоги. Они тоже многим из вас знакомы. И здесь я хочу подчеркнуть очень важный феномен. Трудности с засыпанием, нарушение ночного сна. 80% людей, находящихся в состоянии тревоги, плохо спят. Но что они часто говорят на приеме у врача? Дайте мне, пожалуйста, таблетку для хорошего сна. Не для того, чтобы лечить тревогу. И, кстати, на эту тему у нас на YouTube-канале есть интересные ролики, в которых мы разбираем, почему тревога порой опаснее, чем депрессия. Потому что очень у нее много масок. И одна из масок – это нарушение сна. Что происходит в результате? Человеку дают снотворное средство, он начинает его пить и загоняет проблему вглубь, не решая проблему тревоги, который в итоге повлияет и на его мозг, и на его сон в последующем. Второй момент. Взгляните, пожалуйста, на последние критерии депрессии. Специалисты знают, если кто-то смотрит из врачей меня сейчас, то скажут, что вот есть три ядерных симптома депрессии. Вот сейчас в МКБ-11, новой международной классификации болезней, с которой мы будем работать, эти критерии существенно расширены. И в них тоже есть. И усталость, и нарушение сна, и снижение концентрации внимания. Видите, как все между собой тесно сопряжено, уважаемые зрители. Для вас я специально подготовил вот этот простой опросник. Вернее, он не мой, этот опросник. Не я его придумал, но этот опросник называется PHQ-9. Простые вопросы, обращенные к вам. Вы можете на них сами ответить, для того, чтобы хотя бы пристрелочно, приблизительно сориентироваться. А нет ли у меня намека на депрессию? Это самоопросник. Он, подчеркну, используется для того, чтобы получить некие скрининговые данные о том, что есть у человека признаки депрессии или нет. И уже потом специалист начинает с ним разбираться. Этот опросник заполняется самим пациентом, а не врачом. Это очень важно. Депрессия и сон сопряжены. Я много говорю о сне, много говорю о аффективных, тревожных, депрессивных расстройствах. И опять-таки здесь мы видим такую ситуацию, что человек в депрессии в 2-3 часа ночи просыпается, встает, начинаются плохие мысли в голове крутиться. А утром, образно говоря, он идет к врачу. И что он опять говорит? Дайте мне, пожалуйста, лекарство для сна. А лечить ему надо депрессию, этому человеку. И еще раз подчеркну, депрессия это не хандра. Депрессия это не тот вариант, когда можно себя взять в руки. Зачастую это серьезная патология, с которой можно работать только при участии врача и с помощью медикаментозной терапии. На эту тему мы очень много высказывались и высказываемся в научной периодике. Пожалуйста, вы можете почитать, это уже старая наша работа, в которой мы говорим о тревоге, депрессии и нарушении сна, как о едином комплексе, с которым мы сталкиваемся. А вот совсем свежая концепция, которую я предлагаю для внимания научной общественности. И сейчас я проще объясню зрителям, которые не имеют медицинского образования. Посмотрите, видите, красный и серый спектр. Вот в сером спектре, в скрытом спектре, есть проблемы, которые, на первый взгляд, не явные. Личностные особенности. Дисбаланс нейротрансмиттерных систем, гормональный профиль, проще говоря. Изменения в вегетативной нервной системе появляются. Я занимаюсь более 30 лет этой патологией с научной точки зрения. И могу сказать с ответственностью, что вегетативный гомеостаз – это очень важная составляющая нашей жизни, нашего организма. Опять ссылаюсь на YouTube-канал. Мы подготовили лекцию «Патология вегетативной нервной системы». Она рассказывается в этой лекции очень простым языком об этой серьезной проблеме. А вот наверху в красном спектре то, что видно – панические атаки, нарушение сна, соматофорные симптомы. То есть это симптомы, которые, на первый взгляд, сигнализируют о проблеме соматической. Желудок болит, спина болит, вроде бы в правом боку, сердце болит. На самом деле это не патология сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Вот отсюда все идет. И это действительно концепция так называемого пылающего мозга. Многие наши люди находятся в этом состоянии пылающего мозга. У них пожар в голове, который невозможно уринять снотворным препаратом или дешевым лекарством из аптеки, который вроде бы снимает тревогу. И я очень много говорил про сон. Еще раз хочу подчеркнуть, взгляните, пожалуйста, есть отдельный ролик «Как уснуть и к чему ведет бессонница». А теперь вопрос. Взгляните, пожалуйста, на этот слайд. И ответьте на вопрос мне. Что неправильно делает этот человек? Сразу хочу сказать, кадр постановочный. Это скриншот из нашего выпуска «Как уснуть и к чему ведет бессонница». Вы сразу заметили, человек говорит по телефону, на груди у него лежит iPad, лицо в выражении крайней озабоченности. Все делает неправильно. Он не уснет, этот человек никак не уснет. Это действительно большая проблема, с которой многие из вас сталкиваются. Вы берете с собой сотовый телефон, держите в руках. Я-то его держу для того, чтобы слайды переключать. А многие из вас ночью вот так вот держат, держат, держат этот телефон перед собой. К чему ведет бессонница? Цитата из очень известной работы, которая касается сна врача. Ну, исследователи «Джорналов» провели в 2003 году большую работу в Соединенных Штатах. И вот красным выделены эти цифры, ужасающие цифры. Вот вы видите, что один из 20 врачей убивает своего пациента из-за недостатка собственного сна, проблемы с врачебной ошибкой. Почему это происходит? Что, врач плохой? Доктор зло? Да нет. Нарушение сна приводит к тому, что появляются когнитивные расстройства. Те самые расстройства с памятью, с вниманием, с работоспособностью. И несколько совсем свежих данных из мира науки. Взгляните, пожалуйста. Бодрствование после полуночи меняет мозг на нейрофизиологическом уровне, и это приводит к импульсивным решениям. Помните вот эту фразу? Утро вечера мудренее. Надо поспать, чтобы принять взвешенное решение утром. Так вот, если вы думаете о том, что я буду думать, думать, размышлять и приду к верному решению, пусть это будет глубокая ночь, это неправильно. Последние данные говорят, что такой вариант развития события приводит к рискованным заключениям. Еще очень интересная работа. Их много на эту тему. Сон, когнитивные расстройства, повышение риска деменции. Я специально такой скриншот сделал. И взгляните, пожалуйста, кому-то покажется мудреной эта диаграмма, но это визуальное изображение. С помощью функциональной МРТ исследователи показали визуальное изображение того, что происходит с мозгом человека после одной лишь ночи с лишением сна. В этой ситуации, в этой работе показано, что одна ночь лишения сна приводит к значительному уровню нагрузки в правом гиппокампе и гипталамусе. Италамусе это изменение нагрузки в плане элиминации бета-амилоида. Бета-амилоид это тот самый белок, который ведет к развитию болезни Альцгеймера. Другими словами, это очень важный фактор. Еще один момент. Депривация сна, то есть лишение сна, это появление ложных воспоминаний. То есть мозг переключается, он начинает работать по-другому. Полное лишение сна влияет на память существенным образом и влияет и на внимание тоже. То есть вот почему я об этом так много говорю, основываясь, опираясь на последние достижения нейрофизиологии. Оказывается, сон это не просто расслабленные руки, ноги, спокойное дыхание. Нет. Это перестройка работы мозга. Это отдых мозга. И в то же время работа мозга совершенно в другом режиме. Ну и наконец, еще, вы хотите песен, их есть у меня. Посмотрите, пожалуйста, смертность и продолжительность сна. Оказывается, очень короткий сон вреден. Слишком большой сон тоже вреден. Все это влияет на продолжительность жизни. И те, говорящие о том, что надо много-много спать, неправы. Вот трехполый ленивец, который спит 20 часов в сутки и с 30 лет своей жизни он 20 лет проводит во сне. Это тоже неправильно. Это тоже плохо. Итак, об одной проблеме, касающейся когнитивных расстройств, причин когнитивных расстройств, нарушений сна, мы поговорили. Но есть еще одна проблема — информационный невроз. Этот термин когда-то был предложен аж в 1974 году академикам Хананашвили. Взгляните, пожалуйста. Информационный невроз трактовался следующим образом. Это необходимость обработки большого количества информации. Постоянный дефицит времени для этого. Знакомо? Знакомо. Только хочу сказать, подчеркнуть. Описание этого информационного невроза было в 1974 году. Полвека тому назад. А мы сейчас находимся совершенно в особых условиях, когда у нас в руках вот эта вот штука. Гаджет. И я вспоминаю работу австралийских коллег 2019 года, которые провели очень любопытное исследование о влиянии гаджетов, прежде всего сотовых телефонов, на нашу жизнь. Вот цитата из этой работы. Бывали ситуации, когда многие люди вместо того, чтобы решать конкретную проблему, брали в руки сотовый телефон. И молодые люди, обратите внимание, в возрасте от 18 до 25 лет, преуспевали в кавычках в этом. 50 с лишним процентов предпочитали не решать насущную проблему, а держать в руках в своих потных ладошках гаджет. Вы скажете, что это ерундовая проблема? Тогда взгляните. Четверть нашей жизни, это статистика, четверть нашей жизни россиянин проводит вот в этой самой коробочке. Или в телефоне, или в компьютере, планшете в своем. И, к сожалению, чудо-чудесное изобретение человечества, с помощью которых мы заказываем билеты, смотрим последние новости, на самом деле очень часто разъединяет людей. Часто люди лежат рядом в кровати, и каждый из них смотрит свой телефон, вместо того, чтобы Пушкина, скажем, почитать. И есть такой термин, сейчас стал появляться, гаджет-аддикция. Термин, который с каждым годом все более и более прочно входит в нашу жизнь. Гаджет-аддикция, зависимость от гаджетов. В свое время компания Касперского, лаборатория Касперского, провела вот такое исследование. Посмотрите на эти цифры. 71% респондентов используют гаджет для того, чтобы избегать живого общения. Живое общение — это наша речь. Хорошо поставленная, четкая, правильная, литературная речь. А человек не хочет использовать ее. Он уткнулся в собственный телефон. И когда-то мне на глаза попалась вот эта большая статья, перепечатка и в Financial Times, в ведомостях, интервью с Риком Майнером. Рик Майнер — это очень известный человек в мире IT-технологий. Собственно, он придумал Android. И это его слова. «Меня тревожит мир, в центре которого находится смартфон». Когда-то был создан замечательный фильм «Блэк Миро». Хороший сериал британскими кинематографистами, которым очень много рассказывалось об этой антиутопии. Что будет в будущем. Так вот, в одной из серий показана вот эта милая барышня, уткнувшаяся опять-таки в свой сотовый телефон. И что она делает там? Она собирает лайки для своего социального статуса. Не знакомы это вам? В Китае социальный статус в некоторых провинциях уже сейчас определяется по уровню объема этих лайков. Это будущее уже сегодня пришло к нам. На Западе очень много говорят об электронном кокаине, о синдроме электронного экрана. С тревогой говорят о том, что на детей большое влияние оказывается с помощью этих светящихся экранов, гаджетов, айпэдов, айфонов. Было исследование проведено довольно недавно, что у детей, проводящих много времени перед телевизором, ухудшается микроструктура сна. Сна, бодрствование и организация работы мозга. Когнитивная функция ухудшается. У меня к вам небольшое задание. Пожалуйста, вот сейчас закройте глаза и представьте образ привидения и попробуйте его изобразить на бумаге. Ну хорошо, пусть не на бумаге, а просто так закройте глаза и представьте себе, что появилось в вашем воображении. У многих людей, особенно те, кто меня смотрит чуть постарше, появился вот этот образ. Правильно? Образ из мультика про Карлсона с привидением. А когда-то в одной из школ этот тест провели и попросили детей закрыть глаза, представить образ привидения. Знаете, что они сделали? Они взяли свой сотовый телефон и загуглили слово «привидение». Здорово, что дети могут пользоваться гаджетами и быстро находить информацию. Но это другой уровень, другой режим работы мозга. Вместо того, чтобы представить и изобразить на бумаге, человек взял сотовый телефон и пассивно нашел то или иное обозначение, определение и так далее. Это очень часто происходит сейчас в жизни, когда человек не читал художественную литературу, не смотрел на картину, но быстро нашел о ней информацию. Это здорово с одной стороны, а с другой стороны, это другой режим работы мозга. И в то же время я хотел бы вернуться к тому самому балансу. Мы поговорим и о взрослых сейчас. Баланс между работой и домом, который существенно нарушается. И это прямая дорога к синдрому эмоционального выгорания, который тоже влияет на работу нашего мозга. Загляните, пожалуйста, к нам на YouTube-канал. Тоже есть отдельный ролик, как справляться с синдромом эмоционального выгорания. Знаете ли вы, что за рубежом уже дают больничный лист по поводу синдрому эмоционального выгорания? А в той самой МКБ-11, новой классификации болезней, мы можем увидеть уже такой термин, как QD-85, синдром эмоционального выгорания. И я хотел бы показать, подчеркнуть, что этот синдром характерен для очень многих людей. И он опять-таки, как и фазы стресса, сопряжен с тремя фазами. Напряжение, резистенция и истощение. Обратите, пожалуйста, на них особое внимание. Я покажу вам эти признаки. Первая фаза, первая стадия. И если вы находите что-то у себя, будьте внимательны, осторожны. И, конечно, вы, пожалуйста, начните заниматься собой. Потому что если вы будете потихонечку погружаться из одной стадии в другую, ничего хорошего для вашей головы не будет. Вот вторая фаза, фаза резистенции. Я подчеркиваю, что этот синдром характерен не только для врачей, как это раньше говорили, или учителей, даже для блогеров, для менеджеров. То есть любого специалиста из сферы человека-человек может быть характерен этот синдром. Вторая стадия фаза резистенции. А третья, истощение. Вот тут уже опасность для вашего физического здоровья. Если вы ничего не предпринимаете, вы можете развалиться, появляются гипертонические кризы, проблемы с желудком, проблемы с сердцем. Это действительно очень серьезная проблема. Почему это происходит? Вот. Много-мало я называю эти принципы. Мы много начинаем работать, мало отдыхать. Причем отдыхаем неправильно. Много сидим, мало двигаемся. Много проводим времени с гаджетами. И мало проводим времени с близкими людьми. Это плохо, это неправильно. Но что делать в этой ситуации? Много говорит доктор, да? Уже, да, я люблю поговорить. Что делать? Как сберечь свой мозг? Это для кого-то сизифов труд. И вот здесь очень важная часть нашего разговора. Это заключительная часть. Когда-то профессор Калифорнийского университета Брайан Колб сказал пророческие и очень справедливые слова. Все, что меняет ваш мозг, меняет ваше будущее. Это касается и вас, уважаемых зрителей, и ваших близких, ваших детей и внуков. Ваше поведение в то же время может поменять ваш мозг. То есть процесс взаимообратный. Когда-то, будучи в Японии на Всемирном конгрессе по неврологии, я услышал доклад профессора Ливингстона. Эту статью можно найти в журнале Lancet за 2017 год. Я переведел этот слайд. И обратите внимание на те очень важные пути решения проблемы профилактики деменции. Именно так, проблема профилактики. Потому что многие не следуют никаким профилактическим методам, живут и живут себе как придется. Обратите внимание. Правильная диета средиземноморская. Не курить. Физическая активность. Управление факторами риска. О чем идет речь? Это лечение диабета, артериальной гипертензии. Это снижение повреждения мозга. В 2019-2020 году появилось очень много работ, которые говорят о том, что снижение слуха это прямая дорога к когнитивным расстройствам. Борьба с депрессией. Социальные контакты. Когнитивный тренинг. Вы меня сейчас слушаете, и те, кто из вас дослушивает до конца, не потому что я сейчас буду говорить какие-то практические советы, но уже важно, что вы меня слушаете, и это когнитивный тренинг для вашего мозга. Это исключительно актуально. Образование и социальные контакты, богатые социальные контакты, тоже помогают вам бороться с когнитивными расстройствами. Мы сказали про физическую активность. И вот подтверждение этому факту. Научные исследования. Вы видите здесь, на этом слайде, два среза. Контроль и раннерс, бегуны. Работа была сделана на экспериментальных животных. Одна группа контроля, животные жили как жили, а других заставляли бегать. И вы видите черные точки. Это показатель нейрогенеза, проще говоря, усиления роста нервных клеток в мозге у этих животных. В институте Солка Роберт Гейдж и его команда сказали пророчке из слова, что окружающая среда может повлиять на производство нейронов. То есть физическая активность исключительно важна. А теперь ответ скептикам, которые сейчас поморщились. Особенно, знаете, есть довольно большая категория моих подписчиков, более зрелого возраста. Я никогда не говорю слово старый человек, зрелого возраста, которые скажут, мне поздно что-то менять. Так вот, исследование 2019 года, которое показало, что людей, которым за 55 лет, начали заставлять двигаться, причем в самом начале провели функциональную МРТ у них, и увидели, что у них есть нейродегенеративные процессы в мозге. То есть уже негативные процессы идут. Так их заставили заниматься, заставили выполнять физические упражнения. И вот что обнаружили. Процессы пошли вспять нейродегенеративные. То есть улучшилось состояние мозга. Важно, безусловно. Еще раз подчеркну, это ответ тем скептикам, которые говорят, что мне уже поздно. Никогда ничего не поздно. Следующее исследование, извините, я вас засыпаю, может быть, научной информацией. Кто-то заснул, начал засыпать от этого. Но это очень важно. Исследование Фингер. 1200 человек были обследованы. И что с ними начали делать? Что их кормили таблетками? Пригоршнями? Ничего подобного. С ними начали работать. Когнитивный тренинг, рекомендации по питанию, управление факторами риска, физические упражнения. И посмотрите, пожалуйста, через два года на 25% улучшились показатели работы мозга. 25% — это очень много. И еще один фактор, о котором я уже тоже говорил, и подчеркиваю, обогащенная среда. Попробуйте насытить вашу жизнь не ритуалами, а обогащайте вашу жизнь когнитивной стимуляцией, общением с умными собеседниками. Это приводит к активизации нейрогенеза. Почему это так важно? Вот мы все прошли эпоху ковида и были в состоянии изоляции. Я нашел такую работу, в которой показано, что изоляция человека в социальной среде более значимый фактор риска воспаления, чем диабет и артериальная гипертензия. Другими словами, добрые взаимоотношения, дружба способствуют улучшению нормализации АД, веса и даже снижению цирреактивного белка. Цирреактивный белок — это показатель воспаления. Что делать? Какие практические советы? Вот шесть основополагающих принципов. Посмотрите, пожалуйста. Вы в стрессе, мы о нем очень много говорили, найдите его причину. Не можете сами, найдите вместе с психологом эту причину. Займитесь на регулярной основе, ну не спортом, наверное, а физическими упражнениями. Давайте мозгу отдыхать. Вашему мозгу необходим хороший здоровый сон. Тормозите воображение работой. Не курите, не пейте алкоголь, используйте техники релаксации. Еще рекомендации. Я оставлю на несколько секунд этот слайд, чтобы вы могли разобрать этот мелкий шрифт, но я все-таки проговорю. Каждые 2-3 года начинайте чему-то учиться. Можно найти курсы краткосрочные, повышение квалификации, можно вообще не по профессиональной деятельности развиваться, можно изучать языки, даже если вы не будете на них разговаривать, но изучайте эти языки. Общайтесь с молодыми. Не случайно те, кто общается со студентами, со школьниками, со своими внуками, наконец, молодыми детьми, выглядят и чувствуют себя более молодыми. Я уже говорил о том, что надо развивать ритуалы и привычки. Это пагубно для нас с вами. И обязательно занимайтесь тем, что не только мышцы тренируйте, но и тренируйте свою память на регулярной основе. Это исключительно актуально. Почему это важно? Вот гляните на этот слайд. Это нейронные сети до, во время и после двухмесячных тренировок. Когнитивной стимуляции. Рене Декарт когда-то сказал «Cogito ergo sum». Думаю, следовательно, существую. Вот если вы будете думать, регулярно работать с вашим мозгом, а мозг это как мышцы тоже, их надо развивать, и они нуждаются в постоянной подпитке именно с помощью упражнений. И когда вы развиваете мускулатуру, вы помогаете развиваться мозгу. Но когда вы работаете своей головой, вы постоянно стимулируете этот самый нейрогенез, стимулируете развитие новых клеток. Что еще может помочь? Совсем свежая работа. Посмотрите, пожалуйста. Накнулся на нее случайно. Чтение умных книг меняет мозг к лучшему. Что сделали исследователи? Они начали просить своих пациентов, даже не пациентов, исследуемых, читать умные книги. И фиксировали изменения головного мозга с помощью функциональной МРТ. И заметили тренд, что мозг улучшается, он идет в лучшую сторону. Что еще? Йога. Доказано, что йога меняет структуру мозга и делает его лучше. И опять-таки вы видите здесь признаки функциональной МРТ, то есть объективные показатели того, что мозг меняется под действием йоги. Не хотите заниматься йогой? Танцуйте. Зарубежно есть даже направление нейротанго, которое показало, что мозг тоже меняется под действием этого великого танца. Может быть, кому-то понравится другой танец, но, пожалуйста, эмоциональность, сопричастность, моторика, все это делает танго. И, оказывается, успокаиваются определенные зоны мозга, в частности, амигдала, уходит тревога у человека, развиваются профронтальные кора, интеллектуальная сфера улучшается. Это очень важно. Доказательства? Пожалуйста. Провели исследования, которые были основаны на том, что фиксировалась биоэлектрическая активность мозга. Когда человек танцевал танго, люди танцевали танго, мозг менял свою биоэлектрическую активность, и она становилась похожей на ту активность, которая свойственна в состоянии медитации. Вот стрелочками здесь показано при обладании альфа-ритма, при прослушивании мелодии танго. Это очень интересно. То есть, другими словами, танго может использоваться как борьба со стрессом, с тревогой, с депрессией. Я сам немного занимаюсь танго. Это снижает уровень кортизола, повышает уровень тестостерона, и это прекрасные результаты. Итак, что же делать? Собственный пример. Не надо, может быть, повторять его. Да, я занимаюсь дайвингом, бегал, медитирую, поднимался в горы. Но какие принципы основные? Двигаться, дышать, переключаться. Простые принципы. Что это значит? Что значит переключаться? Техники медитации, оказывается, меняют структуру вашего мозга. Вы начинаете, сами того не подозревая, думать иначе. Ваш мозг перестраивается. Он даже становится более устойчивым к боли. Более вы становитесь крепче, помехоустойчивым в отношении стрессов, потому что снижается активность амигдала. Амигдала — та зона, которая продуцирует нашу тревогу. Вот вам, пожалуйста, еще доказательства того, что я сказал с помощью нейрофизиологических методов. На фоне использования медитации происходит перестройка мозга. На эту тему у нас тоже есть ролик. И вот буквально цитата из этого ролика. Посмотрите, пожалуйста, как дышат люди с тревогой и как должны дышать люди здоровые. С тревогой большой вдох, короткий выдох. А при медитации короткий вдох и длинный выдох. Изменим паттерны дыхания. Вот здесь скриншот, в котором показано, что я держусь за живот. На самом деле я показываю, что мы меняем тип дыхания с грудного на брюшной тип дыхания. На эту тему у нас есть одна из работ. Вы, если захотите, можете ее найти в журнале, в Корсском журнале «Неврология и психиатрия», где мы показываем, что два месяца такой дыхательной гимнастики позволяет людям избавляться от тревоги и от боли. Вот это результаты этой работы, которые мы доказали эффективность этих дыхательных практик. Что еще можно делать? Вот эти рекомендации. Проведите, пожалуйста, переоценку жизненных ценностей. Я говорил про отдых, про релаксацию. Очень важно, кстати, научиться управлять своим временем и иногда говорить слово «нет» на работе, а может быть даже и в вашем доме. И почти приближаясь к финалу, я составил небольшой чек-лист нашей жизни. Вы сами попробуйте ответить на эти вопросы. Как вы спите? Как отдыхаете? Каковы ваши отношения в семье, с друзьями? Что и как вы едите? Каков ваш когнитивный тренинг? Как вы работаете в итоге? Я честно ответил на эти вопросы. И посмотрите, пожалуйста, моя продуктивность, работоспособность улучшилась после того, как я изменил отношение к своему сну. Это очень важно. Вроде бы я стал больше спать, но стал и больше работать. И следуя принципам, о которых я уже сказал, двигаться, дышать, переключаться, вот здесь я хочу сказать, двигайтесь к новому, дышите свободно и переключайтесь на позитивное. И тогда вы избежите вот этого состояния, в котором находятся очень многие мои коллеги, когда вокруг них множество людей, пациентов, они находятся в состоянии выгорания, они говорят о своем признании, о заработке. Но я специально оставил вот этот слайд, что успешный врач, успешный менеджер, успешный учитель, успешный сотрудник любого предприятия может и должен ответить на эти вопросы утвердительно. Вам нравится ваша работа? Вы знаете много и умеете. Вы можете помочь людям. Вам хорошо дома. Вы хорошо зарабатываете. И нравится ли вам ваша жизнь? Поэтому решайтесь изменить свою жизнь, и тогда ваш мозг будет работать продуктивно и максимально хорошо. Берегите себя. Будьте здоровы. До новых встреч.